МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также Трамп уходит в отрыв. Рейтинг миллиардеров вдвое выше, чем у ближайшего конкурента. Демократы сошлись в финальной битве за Айовом. Но по традиции начинаем с новостей из Праги. Я приветствую Сергея Дрофеева. Спасибо, Роман. События дня в настоящем времени из Праги. Здравствуйте. Полиц заключенных освободили, президентские выборы позади. И вот новости из Беларуси. Избили журналиста прямо в суде. За то, что он на мобильный телефон снимал потасовку в зале заседания. Корреспондент интернет-издания Тутбай Павел Добровольский достал телефон, когда пришедшие поддержать граффитистов-активисты развернули плакаты. Нет политическим преследованием. Вы это видите. И начали выкрикивать искусство непреступления. Судья попросил о последних покинуть зал. Те не послушали. Милиция тут же применила силу, а вместе с ними вывела и журналиста. Позже Добровольский расскажет, как его и активистов буквально затолкали в небольшое помещение и начали избивать. Меня скрутили, бросили на пол кабинета и закрыли за мной двери. Там нас держали около 20 минут, большую часть времени избивая меня ногами по голове, лицу и спине. И это при том, что я показывал свое удостоверение журналиста. Его вырвали из рук. В итоге Павла Добровольского и активистов оштрафовали приблизительно на 450 долларов каждого. Избитый журналист подал заявление на сотрудников милиции в Следственный комитет. В комментарии на сайте Минской милиции о том, что Павел Добровольский журналист и выполнял редакционное задание, ничего не говорится. Зато по заявлению правоохранителей он проник в служебное помещение, препятствовал законным действиям сотрудников милиции, на замечание прекратить свои противоправные действия не реагировал. Именно так начался суд. Это дело о двух граффити на заборах и билбордах. На скамье подсудимых в Минске трое ребят. За рисунки и испорченные информационные щиты они уже заплатили штраф, однако имеют все шансы оказаться в тюрьме. Их задерживали чуть ли не как террористов ИГИЛ или членов ОПГ. ОМОН влетел в квартиру на канатах через окно. По рассказам подсудимых, все сопровождалось при этом криками и побоями. Их друга задерживали не менее жестоко на глазах жены и двухлетней дочери. Из Минска. Мои коллеги. На скамье подсудимых трое друзей. Их обвиняют в том, что они нарисовали граффити в нежилом районе Минска и испортили краской два билборда с изображением милиционеров. За это молодые люди рискуют получить нешуточный срок. До шести лет тюрьмы. Граффити это был всего лишь повод для того, чтобы завести уголовное дело. Мы являемся социальными активистами, то есть участвуем в различных акциях, то есть освещаем разные социальные и национальные проблемы в нашем обществе. В то же время на улицах Минска множество изрисованных заборов и стен. Не каждое нецензурное слово коммунальная служба зарисовывает так оперативно, как фразу, что Беларусь должна быть белорусской. Художников многих рисунков вообще никто не ищет. Но этим ребятам явно не повезло. Их задерживали как особо опасных преступников. Вячеслава Кассинерова арестовали дома, прямо на глазах семьи. Во время задержания ему сломали челюсть, избили и заковали в наручники. С челюстью как бы нормально не будет уже, наверное, никогда. Да, это грозит инвалидность. Я не преступник, я осознанный человек. И в отличие от людей, которые, скажем, наверное, сейчас ничего не делают, мы что-то делали. И именно такое жестокое обращение с нами как раз таки было за тем, что, к сожалению, мы единственные, кто что-то еще говорил. Одни из единственных, кто что-то говорил. В настоящий момент Следственный комитет не дает комментариев, так как дело передано в суд. На сайте Следственного комитета от 28 августа 2015 года сообщается, что они хулиганы, которые совершили. Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся повреждением чужого имущества. Правозащитники уже говорят об этом деле как о политически мотивированном. Их хотят преследовать по максимальным срокам. По данной статье двое из них угрожают до шести лет лишения свободы за изнасилование в Беларуси от трех до семи лет, то есть не намного больше. Если суд вынесет обвинительный приговор, то правозащитники признают Максима Пекарского, Вячеслава Косинерова и Вадима Жаромского новыми политзаключенными. Потерпевший в первый же день суда заявил, что ему компенсировали потери и отказался от претензий. Однако суд продолжает разбираться, стоят ли граффити и билборды шести лет в тюрьме. Мне же остается добавить, следующее заседание суда намечено на ближайшую пятницу. Далее. В российской глубинке на Урале на лекциях по патриотизму детям рассказывают цитата о зверствах украинской армии на Донбассе и слежке Госдепа. Причем уроки проводят начиная с третьего класса. Обеспокоенные странным поведением детей после таких занятий родители обратились в прокуратуру. Нашим корреспондентам удалось побывать на одной из скандальных лекций и даже задать пару вопросов автору этого курса. Подробнее Екатерина Пономарева. Откуда такая жестокость между людей? Актовый зал школы маленького уральского города. Самое начало патриотической лекции концерта. Несмотря на наше присутствие, Иван Васильевич верен себе. Сначала спрашивают у девятилеток, дружный ли у них класс, а потом начинают приводить примеры мировой агрессии. А единственного мальчика, три годика, гвоздями прибили к доскам. И когда мальчик умер, бронетранспортером зацепили женщину, таскали по всем улицам. Несколько месяцев дождик не мог смыть кровь женщины мамы. Эту историю в июле 2014 года показал в своем эфире Первый канал. Правда, доказательств того, что в Славянске бойцы украинской армии пытали ребенка, и его мать не было и нет. Но Иван Агулов рассказывает ее как истинный пример жестокости. Еще говорит о тотальной слежке, которую ведет за россиянами Госдеп, вреде интернета и курения. Аналогичную лекцию прослушали и дети этих женщин. После чего, говорят мамы, их дочки и сыночки, плохо спят, боятся смотреть телевизор и пользоваться компьютером. На лекции было рассказано, что за нами следят. Мама, знаешь, для чего у нас существуют гаджеты? Для того, чтобы за нами теперь следить. Прошла... во вторник мы с ними искали материал по окружающему миру. Стали забивать в гугл древний Египет, и у ребенка прям такая реакция. Он берет и говорит, мама, вот сейчас мы подключились к гуглу, сейчас точно за нами через веб-камеру следят. Ну, естественно, пришлось ребенку объяснять, что это совершенно не так. Причем за лекцию всех обязали заплатить по 70 рублей. Эти афиши висели в школе. Активные мамы забрали их как вещдок. В них написано, что Агулов работает по программе президента и правительства. Но мамы поверить не могут, что это официальный курс на воспитание, взятый в стране. В местном управлении образования нам заявили. Да, они Ивану Агулову читать лекции разрешили. Официально. Школьникам с 3 по 11 класс. Кто такой лектор и откуда он, чиновники толком объяснить не смогли. Свою гипотезу, так скажем. Он ее подкрепляет какими-то литературными, может быть, материалами, историческими материалами. После чего, ну решать вам, собственно, куда вы будете этим гуглом пользоваться, не будете им пользоваться. Вы будете так относиться к ситуации на Украине, не будете к ней так относиться. То есть он не навязывает свое мнение. Куда больше об Иване Агулове знает действительно гугл. Оказалось, он в прошлом артист уже который год колесит по маленьким городам России со своей воспитательной программой. Раньше все больше о семейных ценностях говорил. А вот в этот заезд решил замахнуться на политику. А где политика, там и распятые мальчики. Они должны знать, что такое фашизм. Они должны знать, к чему приводит это все. Я иногда старшеклассникам, когда у меня старшеклассники, говорю. Вы в классе, вот то, что вы услышали, дружны, они между собой. А теперь простите. Оскорбляя друг друга, в будущем вырастают Меркель, Обама, Кэмерон, Оланд. И ничего нового вы здесь не измените. Адекватностью содержания ответов и лекций господина Агулова заинтересовалась прокуратура. Но пока идет проверка в одном маленьком городе, Кировграде, гастролер едет в другой. Страна-то большая. Так что родители пострадавших детей ищут поддержки, чтобы совсем запретить такие лекции. Екатерина Подмарева для Настоящего Времени. 2 миллиона 600 тысяч украинцев с начала эпидемического сезона переболели или болеют гриппом. От осложнений, чаще всего пневмонии, уже умерло 83 человека. Почти все они взрослые, которые поздно обратились за помощью. Это последние данные Минздрава. У ряда умерших был диагностирован так называемый свиной грипп H1N1. По последней информации, эпидемический порог сегодня превышен в 18 областях Украины. Коллеги, подробнее. 15-летний Богдан уже третью неделю сидит дома. В его школе объявили карантин. Уже три недели я сижу дома. Честно говоря, уже надоело гулять. Сам там могу по школьной программе что-то посмотреть, но серьезно этим не занимаюсь. Около 8 тысяч школ по Украине приостановили учебный процесс. У нас не было большого процента заболеваний детей так, чтобы продлевать им каникулы. Но по распоряжению отдела образования района, чтобы предотвратить заболевание гриппом, мы все-таки ушли на карантин. Директор учебного заведения Валентина Мазуренко говорит, что делают все ради предотвращения массового заболевания гриппом. Школа в селе Мытница Киевской области только в этом году перешла с газа на альтернативное отопление. Поэтому дети с карантина вернутся в теплые стены. Правда, учебную программу придется доверстывать большими темпами. Ведь школьники, так же как и наш герой Богдан, за месяц отдыха учебники полистали разве что для вида. А вот учеников школы в селе Немишаево Киевской области на карантин пока не отправили. Если в классе прохладно, просто утепляются кто как может. Думаю, что не будем закрывать школу на карантин. Мы сделали много, чтобы предотвратить распространение инфекции. Вы сами видели. Да и дети у нас не болеют. Учителя школы уверены, сейчас это ни к чему. И вся проблема вообще преувеличена. Хотя представители Минобразования по районам ежегодно бьют тревогу по поводу ИБЕС. Мы говорим о том, чтобы не допустить заболевания детей и не ждем нужного процента заболеваний. Поэтому не ждем, пока они заболеют, а сразу делаем все возможное, чтобы они сидели по домам и не разносили инфекцию. По последним данным Министерства здравоохранения Украины, на сегодняшний день от осложнений гриппа умерло 83 человека. Эти цифры обновляются. Тем не менее, по словам министра Александра Квиташвили, причин для паники нет. И пока министерство не паникует, все больше школ Украины предпочитают остановить учебный процесс. Российский рубль продолжает падать. Во вторник Центробанк поднял официальный курс мировых валют больше, чем на 4 рубля. За доллар давали почти 82, за евро 88 рублей. Из-за этих скачков и сопутствующей инфляции россияне стали меньше тратить. По оценкам маркетологов, торговые сети теряют треть покупателей. А сами потребители сетуют, зарплаты, в отличие от цен, не растут. Мне приходится экономить, отказываться от дорогих покупок, покупать более дешевые вещи, меньше покупать еды, продовольствия, экономить на досуге. Это очень серьезно, потому что зарплаты не растут, а жизнь по сравнению с двухлетней давностью ухудшилась. Люди стали более серьезнее, более вдумчивее, более злее, наверное, более нетерпимые. На мне, в частности, так же это отразилось, не буду скрывать. Как и на всяком другом человеке. Люди пытаются сэкономить, не зная, как будет дальше развиваться событие. Поэтому клиентуры стало меньше. Минфин США полагает, Владимир Путин коррумпирован и уже несколько лет тщательно скрывает свое истинное состояние. Подробнее о расследовании Би-Би-Си, в рамках которого и прозвучало это предположение, мои коллеги из Вашингтона. А пока мнение москвичей, что по поводу таких подозрений думают сами жители российской столицы, узнавали мои коллеги из русской службы радио Свобода. Да может, он, конечно, нам воровал, но он хотя бы хоть что для страны сделал, в отличие от остальных наших президентов. Он производит впечатление порядочного человека. Я не верю, потому что Америка не любит Путина. И ему еще пришлют. Не то. Сейчас коррупционеры, по-моему, везде. По-моему, очевидно. А почему очевидно? Ну, посмотрите вокруг. Не знаю, там Ротенберг тот же самый, это же друг его. Вряд ли. Я думаю, что все-таки человек, который стремится к миру, и что в нашей стране великой было все хорошо. Зачем при его зарплате, при его положении еще красть больше денег? Кому они нужны? Он уже правнуков своих точно обеспечен. Все завидуют ему, все просто хотят быть на его месте. Я ему доверяю. Я думаю, что наш президент не мог украсть так мало, так много. Российские энергоресурсы или другие государственные контракты. Он направляет их тем, кто, по его мнению, будет служить его интересам и исключает тех, кто этого не делает. На мой взгляд, заявил Шубин, это типичный пример коррупции. При этом, как уточняет чиновник, правительство США знает о подобных действиях российского лидера уже много-много лет. Отметим, что это едва ли не первое публичное обвинение в адрес президента России со стороны американского официального лица. Впрочем, в Москве от слов Адама Шубина фактически отмахнулись. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, ни один из этих вопросов не требует ответа, поскольку они являются чистым вымыслом. Конец цитаты. Голос Америки направил запрос в Министерство финансов с просьбой прокомментировать слова Адама Шубина, но учитывая, что правительственные ведомства по-прежнему закрыты из-за последствий снегопада, официальные заявления от Минфина вряд ли появятся раньше среды. Коллективный ответ на новые угрозы. Литва, Польша и Украина объявили о создании совместной военной бригады из 4000 военнослужащих. Произошло это после встречи министров обороны трех стран в польском городе Люблин. Многонациональная бригада это четкий сигнал всем, кто хочет подорвать мир в Европе, заявил глава военного ведомства Польши Антоний Моцаревич. Новое военное подразделение должно быть сформировано к январю 2017 года, получит название ЛИДПОЛУКРБРИК и будет принимать участие в миротворческих операциях. Отметим, что Литва и Польша члены НАТО и создание совместных военных сил пример того, как европейцы пересматривают подходы к собственной безопасности из-за военной активности Москвы в Украине и Сирии. Страны-соседи России все активнее призывают Альянс предоставить им гарантии защиты на случай возможной агрессии. Но способны ли НАТО защитить свои восточные рубежи? Разбирался Олесь Кругляков. В Западной Европе многие воспринимают предупреждение российской военной угрозе как паникерство. По данным исследовательского центра Пью, более половины жителей Германии, Франции и Италии считают, что их страны не должны вступать в вооруженный конфликт даже в случае нападения России на одну из стран НАТО. Западноевропейская общественность больше обеспокоена тем, как не спровоцировать Россию на агрессивные действия, нежели тем, как ей противостоять. Тем не менее, резкий разворот в российской политике не может не беспокоить новых членов Альянса, особенно страны Балтии. Они опасаются, что могут стать таким же объектом агрессии, как и Украина, не имея при этом достаточных средств сдерживания и противостояния. В странах Балтии наблюдается весьма низкий уровень присутствия сил НАТО, в то время как Россия имеет на этом направлении значительное превосходство. Такое обстоятельство может спровоцировать Москву на развязывание конфликта в этом регионе. Сотрудники исследовательского центра имени Джеймса Мартина изучили общественные настроения в ряде стран приграничного региона Чехии, Эстонии, Литве, Польши, Румынии и Турции. Большинство респондентов, среди которых политики, общественные деятели, ученые, журналисты считают, что в ближайшее время Альянсу необходимо увеличить количество и масштаб учений, улучшить логистику и отработать сценарий быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Активное действие российской пропаганды, направленное на население соседних стран, способствует росту напряженности в регионах, где традиционно велика численность русскоязычного населения. Градус напряжения велик, и даже, казалось бы, в безобидных ситуациях чувствуются на электризованность. Инциденты, которые в обычное время не привлекли бы особого внимания, сейчас выливаются в открытую конфронтацию. Настаивая на усилении обычных сил сдерживания, восточные партнеры, однако, не проявляют энтузиазма по поводу размещения американского ядерного оружия в Центральной и Восточной Европе. Они опасаются, что это сделает их страны мишенью для российского упреждающего удара. По мнению сотрудников Центра Джеймса Мартина, недавние операции с участием России показывают, что за последнее время она значительно сократила свое отставание от НАТО. Проведенная в последние годы реформа вооруженных сил дала свои результаты, как в качестве планирования и проведения военных операций, так и в вопросе внедрения новых видов вооружений. На фоне заявленных Москвой амбиций по пересмотру правил игры в регионе, это дает странам НАТО серьезную почву для размышлений в преддверии июльского саммита в Варшаве. При всем богатстве выбора альтернативы Трампу, похоже, нет. Во вторник были опубликованы данные нового соцопроса о предпочтениях избирателей-республиканцев. Рейтинг Дональда Трампа впервые перевалил за 40%, причем миллиардер вдвое опережает ближайших конкурентов. У Теда Круза 19%, у Бена Карсона 6%. Отметим, что в июне прошлого года, когда Трамп только вступил в гонку, его рейтинги были на уровне от 1 до 3%, что, впрочем, не помешало ему вырваться в лидеры благодаря скандальным идеям и заявлениям, а также нападкам на оппонентов. Ну а кандидаты-демократы накануне вечером предприняли последнюю попытку привлечь на свою сторону избирателей в штате Айова. Напомним, именно там в следующий понедельник пройдут первые праймерис. Какие доводы Хилари Клинтон и Берни Сандерс, а также Мартину Мейли, приводили в свою пользу и как атаковали соперников, узнаем. Мы Наташи Мозговой, она присоединяется ко мне в студии. Привет. Так что было интересного и действительно, что говорили? Я думаю, прежде всего стоит сказать, что в Айове пройдут не праймерис, а кокусы. Это немного более сложный и трудоемкий процесс. То есть, когда, собственно, голосованию предшествуют дебаты, то есть, дискуссия граждан, которые продолжаются несколько часов, именно поэтому в кокусах, как правило, участвуют меньше людей, чем в голосовании просто на праймерис. А вчерашние баталии демократов были, собственно, не дебатами, а такой совместной встречей с общественностью. Экс-гостекретарь Хилари Клинтон назвала себя проверенным бойцом, всячески подчеркивая свой опыт, полученный в качестве члена кабинета президента Барака Обамы. Но при этом она заявила, что к военным действиям необходимо прибегать только в качестве крайней меры и выступила в поддержку дипломатических методов, хотя и признала, что они медленны и скучны. А Берни Сандерс при этом всячески пытался представить Хилари Клинтон частью истеблишмента и требовал перемен. С моей точки зрения, нам нужна политическая революция, в которой миллионы людей поднимутся и скажут, знаете что, наше правительство принадлежит всем нам, а не только немногим. Ну вот что на это ответила Хилари Клинтон. Они атакуют меня, но я все еще здесь. Я борюсь за то, чтобы дать детям и женщинам, и тем людям, которых оставили позади, шанс извлечь из своей жизни максимум. Кандидаты схлестнулись также по вопросу того, кто является большим защитником всеобщего медицинского страхования. Клинтон напомнила, что она пыталась провести эти реформы еще в начале 90-х в качестве первой леди. Кстати, безуспешно. А социалист Сандерс нарушил табу президентской гонки, пообещав еще в качестве кандидата повысить налоги. Вы готовы повысить налоги? Да, мы повысим. Мы повысим налоги. Но, тем не менее, получается, что Сандерс растет в рейтингах, Трамп растет в рейтингах. Мы что, увидим все-таки вот этот сценарий, когда будет Сандерс и Трамп? Я думаю, что тогда будет еще интереснее, потому что Майкл Блумберг, еще один миллиардер, пообещал, что если Трамп станет номинантом республиканской партии, а Сандерс номинантом демократов, он может вступить в гонку. На самом деле, я не знаю, насколько серьезно стоит к этому относиться, поскольку он обдумывает вариант борьбы за Белый дом уже, по-моему, лет 10. Но сейчас, судя по сливам в прессу, все-таки его консультанты уже прорабатывают такие вполне реальные варианты. Дональд Трамп, кстати, на это сказал, что он будет только рад, если его друг Майкл Блумберг вступит в эту гонку, потому что он тогда отнимет рейтинги голоса у демократов. Спасибо, Наташа Мозговая, о развитии предвыборной кампании и о последних дебатах между демократами. Заметим, что ранжировать кандидатов в президенты в США принято не только по популярности у избирателей, а объему избирательных фондов. Свой рейтинг составляет и Национальная стрелковая ассоциация, НРА, объединение производителей оружия и, пожалуй, главный оружейный лоббист в стране. Ее участники, как несложно предположить, оценивают, насколько тот или иной кандидат поддерживает или противодействует свободному обороту оружия. Среди республиканцев высший балл А-плюс заработали Джеб Буш и Тед Круз. Первый за принятие во Флориде закона о самообороне, второй уже за то, что представляет Техас в Сенате. Кандидаты-демократы ожидаемо в аутсайдерах оружейного рейтинга. У Хилари Клинтон он самый низкий, F. К ней у НРА давние претензии, у сенатора Берни Сандерса рейтинг чуть выше D. Насколько этот рейтинг важен, вопрос спорный, как, впрочем, и сама тема оборота оружия. Как убедился корреспондент «Голоса Америки», для многих избирателей позиция кандидата будет решающей на выборах. Здесь сыро, неуютно и зачастую то, что видишь, обманчивые тени. Это идеальные условия для охоты на канадского гуся. Дэн Гани и его сыновья-близнецы провели за рулем девять часов, двигаясь на север, чтобы поохотиться на гусей. Семья живет неподалеку от Чарльстона, в штате Южная Каролина. В июне прошлого года в церкви этого города были застрелены девять человек. Проблема массовых расстрелов в стране стала одной из острых тем на предвыборных дебатах в США. Дэвид Прайс работает егерем вот уже 47 лет. Вопрос об огнестрельном оружии станет для него решающим, когда он будет голосовать на президентских выборах. Каждый раз, как только к власти приходят демократы, они хотят отнять у нас наше оружие. Республиканцы хотя бы пытаются с нами договориться. Гости заповедника используют для охоты на гуся полуавтоматическое оружие. Прайс, выступая в защиту права на огнестрельное оружие, все же не уверен в том, что выбор некоторыми охотниками столь мощного стрелкового оружия для стрельбы по птицам оправдан. Зачем брать винтовку на 30 патронов? По данным Геллопа, каждый четвертый опрошенный заявил, что проголосует за кандидата, представляющего его взгляды в опросе об огнестрельном оружии. И в этой предвыборной гонке в отношении к огнестрельному оружию водораздел проходит исключительно по партийной линии. Нам нужно наше оружие. Нравится вам это или нет, оно нам необходимо. Что с нами не так? Неужели мы не можем противостоять стрелковой ассоциации, оружейному лобби и производителям огнестрельного оружия? В прошлом году Национальная стрелковая ассоциация выделила 30 миллионов долларов кандидатам, выступающим в поддержку свободного оборота огнестрельного оружия. Ассоциация даже ставит оценки политикам по истории их голосования в этом вопросе. Так у Хилари Клинтон Колл. У Дональда Трампа оценок нет. Он не был в законодательных органах страны. У его главного соперника-республиканца пять с плюсом. В ассоциации пять миллионов человек. Наши опросы и другие исследования показали, что за нас выступает порядка 50 миллионов человек, которые опасаются, что их право на огнестрельное оружие находится под угрозой. И эти люди точно будут голосовать за нас. Но не эта группа активистов, протестующих каждую неделю на протяжении трех лет для того, чтобы добиться изменения законодательства. Юко Фрост, родом из Японии, где законодательство, касающееся владением огнестрельным оружием, очень строгое. Это культура, в которой я выросла. Поэтому мне очень тяжело видеть все эти массовые расстрелы регулярно и никаких перемен. Вопрос об огнестрельном оружии может и не стать решающим фактором на предстоящих президентских выборах. Однако аналитики согласны, что он, безусловно, будет иметь серьезное значение. Теперь пришло время передавать слово коллегам в Праге. Сергей Фирваш. Молдавская оппозиция, систематически протестующая с требованием проведения досрочных выборов, отказывается от диалога с властью. Лидеры протестов не пришли на встречу со спикером парламента. Люди грозят власти последним, как они говорят, решающим шествием. Вновь внушим! Вновь внушим! Вновь внушим! Протесты в Кишиневе 20 января, когда часть разъяренной толпы ворвалась в парламент, показали, мирные акции в любое время могут перейти в другую форму. На последнем протесте оппозиция заявила, что отказывается от встреч и диалогов с властью. Мы ждем до 17.00 этого четверга. Нам не нужны опять дискуссии о принципах и ценностях. Нам не нужны выступления Мариана Лупу или Канду. И так понятно, что все в этой стране решает Влад Плохотнюк. Я хочу, чтобы вся страна понимала, мы, конечно, занимались спортом последние дни, но больше маршей у нас не будет. Если будет еще один марш, то это будет последний похоронный. Я вам это обещаю. Своих планов лидеры оппозиции не раскрывают. В свою очередь власти подчеркивают, что требованиями со сцены и акциями протеста проблемы не решить. И хотя законных оснований для проведения досрочных выборов в данный момент нет, власти готовы выслушать аргументы оппозиции. Мы готовы вести диалог с протестующими, и мы ждем, чтобы они привели нам юридические основания для проведения досрочных выборов. Мы просим их предоставлять нам конкретные материалы, делегировать экспертов, юристов, с которыми мы можем рассмотреть все эти аспекты. Мы требуем, чтобы вы соблюдали закон и не допустили, чтобы протесты беспокоили других граждан. Тем временем новое правительство взялось за тарифы. Так цены на топливо в среднем понизились на 1%. В ближайшее время премьер-министр обещает снижение цены на газ, примерно на 10%. Мы хотим изучить методологию формирования этих цен. Надеюсь, экономические агенты это не воспримут как давление с нашей стороны. Главное, чтобы были результаты для граждан. В ходе последней акции протеста в Кишиневе в минувшее воскресенье десятки тысяч людей перекрыли сразу три основных въезда в город. По этому поводу прокуратура возбудила как административные, так и уголовные дела. Правда, пока ни за эту акцию, ни за беспорядки 20 января никого не задержали. И вновь время передавать слово коллегам в Вашингтоне Роман Эфирваш. Сегодня стало известно о кончине человека, чье имя мало кто знал, но чья жизнь стала символом протеста и возможности даже одного человека противостоять целой системе. В Вашингтонском приюте для бездомных скончалась Кони Печота. Та самая, что последние 32 года жила в палатке напротив Белого дома. Она родилась в Испании, эмигрировала в США, вышла замуж за итальянского бизнесмена, а после развода познакомилась с борцами за мир и и так присоединила их к их протесту. Именно Кони Печота 1 августа 1981 года разбила перед Белым домом палатку с плакатами, призывающими запретить ядерное оружие. Женщина установила рекорд по продолжительности протестов в Соединенных Штатах. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я Роман Мамонов и команда Настоящего Времени в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра. Мы же благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время. Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин